Здравствуйте дорогие друзья, тема сегодняшней нашей встречи будет, за что же меня так не любят мои конкуренты, так называемые в кавычках. Конечно у меня нет конкурентов, я не конкурирую с людьми, я просто делаю свое дело. Для чего мое дело? Мое дело для того существует, чтобы помогать людям избавляться от заикания, ну и от прочих речевых недостатков. Так вот, этому делу мешают конкуренты, но это я для них конкурент естественно, а они то для меня не конкуренты по одной простой причине, что я делом занимаюсь, я людям помогаю, а они на людях зарабатывают деньги. Вы скажите, ну я тоже же беру деньги. Да, но есть нюанс, как говорится, и давайте разберем эти нюансы. Ну первый нюанс, то что я беру с человека деньги один раз за свой труд, за ту помощь, которую я ему оказываю. И помощь заключается в том, что человек больше никогда не будет заикаться. Я делаю человека настолько умным, что он просто перерастает заикание, как проблему в целом. Мой подход это учебный подход. Я первый в мире человек, который открыто заявил, что заикание не является болезнью, что все те люди, которые годами лечат заикание, они все автоматически мошенники, жулики и шарлатаны. Потому что лечить не болезнь, это по сути преступление, это мошенничество. И вот как только я сделал такое ясное, четкое, научное, доказанное мной, полностью доказанное заявление, что заикание не является заболеванием, что это своего рода привычка, не точность. А механизм заикания это ступор. Если объяснять по-простому, то это явление не более сложное, чем обычная опечатка вашим пальцем на клавиатуре вашего сотового телефона или на клавиатуре вашего компьютера. Так вот, можно ли лечить опечатку, лечить годами, заставлять человека под видом лечения делать всякие глупые, абсолютно бессмысленные действия, месяцами, годами заставлять его это делать? Да, но мы же знаем, что если мы заставляем человека что-то делать, проще говоря, даем ему какое-либо задание, то это уже не лечение. Лечение это больница, лечение это таблетки, лечение от слова лечь. То есть, человек должен лежать, ничего не делать, отдыхать, а с ним осуществляют различного рода процедуры. Это может быть горчичники, это может быть массаж, это могут быть различные электрофорезы, уколы, допустим, таблетки, примочки, привязки, все что угодно. Но, если вы человеку даете задание и заставляете этого человека это задание выполнять, то это уже не лечение. Это уже обучение, это учебный процесс, где существует некий учитель, который дает некое задание человеку, и человек это задание должен выполнять. Так вот, под видом лечения заикающимся дают глупые, неречевые задания, абсурдные задания, допустим, отбивание рукой. А это неречевой орган рука. И к речи это вообще не имеет никакого отношения. Или человеку показывают картинки и заставляют опять же что-то руками там рисовать. Или играют с детьми в различного рода куколки. Или там приседаниями занимаются. Или растягиванием отдельных звуков. Или артикуляцией вот так мышечной занимаются. Или, прости господи, дыхательной гимнастикой, которая вообще не имеет никакого отношения к речи. Так вот, все эти идиотские, я не побоюсь этого слова, идиотские задания дают заикающимся, чтобы они лучше говорили. И заикающиеся с упорством, так сказать, непонятно каким упорством, непонятно каких людей, глупых людей, как я называю, делают все эти глупости годами в надежде, что их речь станет лучше. Вот это я называю мошенничеством. Вот это я называю долговременным вытягиванием денег из людей. За что же меня так возненавидели-то все? И пугают меня, вернее, мной заикающихся. Ну и меня тоже пугают бывает. Что вот, мы на вас там в суд подадим. Я говорю, пожалуйста, подавайте. В суде-то мы и выясним, кто настоящий жулик, кто настоящий мошенник. Ну, подают уже 25 лет, что-то до сих пор не подали. Но даже если подадут, то в конечном итоге-то они понимают, что жулики-то и мошенники они. Почему? Потому что Снежко им как кость в горле. По одной простой причине, что у Снежко заикающийся говорит сегодня. Вот сейчас, вот пришли ко мне на занятия, и сегодня же, в первый день, я дам задания именно речевые, по нормализации вашего речевого процесса. И к концу задания, при условии точного выполнения, а это основной критерий, точность в выполнении моих заданий, К концу этого задания вы уже будете точно читать, точно произносить слова, точно говорить, как нормальный человек. И все это будет не завтра, как у этих логопедов, которые вам дают глупые задания, допустим, дыхательную гимнастику. Это абсолютно глупое задание. И они говорят, что делая дыхательную гимнастику, вы через какое-то время, через месяц, через полгода, через год будете говорить. Вот это я называю завтраки. Вот это и есть разводка. То есть, если у Снежко вы получаете речь и результат прямо сегодня, в зависимости от собственной точности, но, естественно, задания даю я речевые, да, то есть, для чего нужен учитель? Чтобы дать задание, потому что, да, если человек очень точен даже, но у него нет задания, которое нужно выполнять правильное, то понятное дело, что и точность его будет ни к чему. Она не будет полезна при условии, что человек просто не знает, что делать точно-то нужно. Так вот, для того, чтобы знать, что делать, нужен я. А далее человек просто выполняет точно мои задания. И уже сегодня, к концу нашего занятия, он очень точно, нормально говорит. Ну, каждое задание у меня, естественно, связанное только с речью человека и больше ни с чем. То есть, я никаких глупых заданий людям не даю. То есть, каждое мое задание тесно и плотно связано с речевым процессом, с процессом общения, с процессом коммуникации, с процессом передачи информации, собеседнику или собеседникам, выступление на аудиторию, поведение эмоционального в процессе общения, ну и прочее, прочее, прочее. Все, что, в общем, интересует заикающихся, на каждый из их вопросов я даю именно задание, задание, выполняя которое, эти люди очень точно и на практике научаются делать то, чего они так долго не могли сделать с логопедами или там, тем более, с врачами. То есть, я уже повторяю, что лечение заикания, это как лечение опечатки. То есть, это мошенничество, это жульничество. Вот за это, за эту правду меня не любят, за эту правду меня ненавидят все. Все те, кто лечит заикания, включая и тех же логопедов, которые подвывают, подтявкивают, можно сказать, врачам, оправдывая вот эти глупые собственные задания. Да, они не лечат, они не дают таблетки, логопеды, но они под видом лечения якобы дают глупейшие, абсурднейшие, неречевые задания, делая которые человек не то, что нормально не заговорит. Он с ума просто сойдет, выполняя эти глупости. И заики сходят с ума, становятся невротиками. Несколько лет поделай-ка дыхательную гимнастику, чтобы нормально говорить. Ты собьешь свою естественную речь, свое естественное природное дыхание. И поэтому заики начинают задыхаться, поэтому у них случаются панические атаки, вызванные гипоксией. И все это благодаря вот этой практике так называемого правильного речевого дыхания. Ну и естественно она преступная, эта глупость, потому что все это очень больно отражается на психике и здоровье людей, которые обращаются за помощью вот к этим врачам, за лечением так называемым. Ну и естественно, почему я заик называю глупые люди, глупые, неумные люди? Потому что я уже 20 с лишним лет, наверное, уж так посчитать, с 98-го года говорю, что заикание это не болезнь. И уж книжек понаписал, но видимо читают не тем местом, воспринимают не тем местом. И поэтому пытаются лечиться, но чем лечиться? Есть таблетками, но таблетки не помогут от опечаток. Я всегда говорю, что ребята, вы должны поумнеть. И меня не любят за это, не любят за то, что я из-за их делаю все-таки думающих наконец-то умных людей. И вот те, кто поумнел окончательно, вот эти люди, они навсегда становятся нормальными людьми, умными людьми. А меня продолжают не любить, меня продолжают делать этаким дьяволом, совершают провокации в мой адрес, пишут отзывы, что якобы там Снежко не помог. Все это бред сивой кобылы. Почему? Потому что учение, оно не может не помочь. Вот допустим, вы пошли в первый класс, и заикающиеся постоянно боятся, а вдруг вернется. Я говорю, глупость, ребята, она не вернется, что-то можно забыть, но у Снежко нет никаких возвратов назад. Вы как в школу пришли в первый класс, и отучившись, вы поумнели. Пошли во второй класс, и поумнели еще больше. В третий класс, и еще больше поумнели. Вы идете от одной ступеньки познания к другой ступеньки познания. Вы становитесь умнее, а значит сильнее. И когда меня спрашивают, а вдруг заика не вернется, а вдруг что-то нужно назад бежать, я говорю, нет, ребята, вы бежать назад со мной не можете. Вы можете идти только вперед, 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 вперед. То есть, если сегодня у вас есть ошибка, мы ее сегодня проработали, и пошли вперед. Если встретили еще одну ошибку, мы ее точно так же уничтожаем, и идем дальше уверенными шагами. Если мы встречаем 10 ошибок, значит мы 10 ошибок убиваем. И превозмогая их, идем дальше. Сотня у вас ошибок, не вопрос. Значит мы эту сотню изничтожим, и все равно вы будете нормально говорить. То есть у Снежко никаких возвратов нет. Нет возврата в глупость, нет возврата в первый класс. Когда вы общаетесь со Снежко, вы только умнеете, вы не глупеете. А вот если вы идете к логопедам, если вы идете к тем, кто сам глуп, вот там, да, там наступает деградация. Поэтому пока вы со Снежко, вам деградировать не суждено. Пока Снежко на проводе, пока Снежко рядом с вами, любая ошибка, с которой вы столкнетесь, и с непониманием, как исправить эту ошибку, для Снежко это не проблема. 5 минут, и ошибка будет полностью изничтожена. И вы получите правильное направление в развитии своей речи. И сегодня же ошибка будет исправлена. То есть сегодня же вы заговорите нормально. Сейчас. Вот за это они любят Снежко. За то, что у Снежко нет возврата к прежней жизни. Нет возврата в лечении идиотское заикание годами. То есть если человек пришел к Снежко, пришел в первый класс к Снежко, то он дальше пойдет во второй класс, в третий класс, в четвертый класс, где уровни речи все выше и выше, лучше и лучше. Но он никогда не пойдет к дурацкому логопеду, который будет ему по головке гладить и говорить, «Да ничего, ничего, живи с заиканием, и так хорошо, ты такой хороший, ты такой пригожий». Как это любят делать логопеды. Они ничем помочь не могут. Они задания дают глупейшие вам, не речевые, от которых вам только хуже становится. Но они очень хорошо вам улыбаются, утешают вас. И многие заики, они, соответственно, вот за таких людей. Знаете, есть так называемые бешеные заики. Много их, таких заик. Они заики, они ведут блоги, как они заикаются. Знаете, у них там 800 дураков подписчиков там у каждого, у кого-то тысяча, понимаете. И что мне напоминает такая картина? Слепые ведут слепых. Куда? Непонятно. Мы сейчас тут будем обсуждать заикание. Что вы будете обсуждать, господа, если вы заики, если вы сами делаете ошибку на ошибке? Вы что будете обсуждать? Свои ошибки? Но вы расплодите общие ошибки, поделитесь друг с другом общими ошибками. И что, вы от этого лучше заговорите, что ли? Нет, вы обменявшись своими ошибками, получите каждую кучу дополнительных ошибок. То, что они там меня критикуют, поливают всякой грязью, это ладно. Ну, больные там на голову люди там, юзеры, понятно. Они завидуют тем, кто пришел к снежку. Они завидуют страшной завистью. Их жаба давит мне заплатить один раз в жизни, чтоб я из них людей сделал. Так они собирают толпу заик для чего? Потому что вот это котла завистников, они ж завидуют вам. Они завидуют, что вы пришли к снежку. Что от снежка вы уходите нормально говорящими людьми. И вы уже туда не возвращаетесь, к этим неудачникам. Потому что снежка делает юзеров. А там сидят лузеры. Они сидят, смотрят годами на успехи других. Но у них успехов у самих нету. В речи. У них нет прогресса. Они сидят по 6 лет, по 7 лет, там смотрят мои видео, да. Они злые все. Они все злые. Их жаба давит. Что кто-то нормально заговорил. Они страшно не хотят этого. Потому что каждый мой ученик это обвинение в их сторону. Обвинение в том, что они лузеры. Что у снежка говорят за 3 дня. И исправляются. И говорят, и идут дальше. По жизни развиваются. А они как сидели в своем болоте. Как были заиками, лузерами. Так они и остались. Им хочется, чтобы они не были одни. Очень хочется. Они так завидуют. И вот они как вот эти зомби апокалипсиса. Хватают заик и тянут к себе. Давайте идите к нам. Не ходите к снежкам. Но не так я страшен. Смотрите. Я просто учитель. Я просто делаю людей умней. Да, я не сюсюкаюсь с людьми. Да, я обычный человек, который просто указывает другим людям на ошибки, на недостатки. Вы меня оскорбляете. Что значит оскорбляю? Если учитель тыкает тебя носом в твою ошибку и говорит. Ну что ж ты невежда. Не видишь ты ошибку что ли делаешь. Исправь эту ошибку. Нет. Заики, они же больные. Что вы меня оскорбляете? Они кричат. Что вы мне указываете на мои недостатки? Но если вам не указывать на ваши недостатки, вы как исправите эти недостатки, господа? Учитель что должен? Смотреть, как вы делаете ошибки? Гладить вас по головке и давать вам конфеты? Нет, снежко не такой. И нормальные учителя не такие. Если вы чего-то не можете делать, учитель покажет, учитель научит. Но это не оскорбление. Двойка от учителя, оценка в единицу вашей работы, если ваша работа действительно так оценивается, если там ошибки и ступора. За что же вам пятерку ставить? За что вас хвалить? Нет. Двойка и единица от учителя, оценка учителя, она справедлива. Это ни в коем случае не оскорбление. Но пытаются топадать, что я оскорбляю людей. Пытаются топадать, что я оскорбляю, видите, логопедов. Что я оскорбляю врачей. Я не оскорбляю никого, я просто констатирую факты. Констатирую факт обмана заикающихся. Да, констатирую факт, что за три дня человек может поумнеть в моем присутствии. Я не говорю, что в вашем присутствии. Там в присутствии заи глупых. Которые блогеры. Бе-бе-бе. Блогеры они. Запинка на запинке. И вот блоги нужно вести теперь с этими запинками. Показывать всему миру, чтобы весь мир, да, смеялся, да. Ну, вторая половина, естественно, будет сочувствовать. Я тоже сочувствую, да. И тем, и другим. И тем, кто слушает такого блогера, прости господи, недоделанного. И, естественно, самому этому блогеру. Потому что, ну, стыдно и смешно смотреть вообще на то, как он говорит. Поэтому я сострадаю. Но речевой инструмент, он сострадания не знает. Вы так же будете сидеть и так же будете 20 лет выступать. Какой снежко плохой. А между тем, те, кто приходят к снежко, они будут уходить от меня нормальными людьми. Умный человек придет и спросит. Роман Алексеевич, правда, что за три дня? Я скажу, правда, приходи и будешь говорить нормально за три дня. От тебя только точность требуется. Все остальное я тебе дам. Дам тебе правильные задания. Расскажу, как их правильно делать. И через три дня, при условии, что ты будешь 100% точно их выполнять, ты будешь 100% идеально точно говорить. Ничем не отлично от окружающих людей. И это правда. Это правда. Вот за эту правду меня и не любят. Потому что человек, который поумнел, он уже больше не пойдет к этим глупым врачам, к этим глупым логопедам, к этим глупым заикам. Потому что это реально глупые люди. Он будет общаться со снежком, а снежко его будет еще, еще, еще выше поднимать в речи. Как первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс и выпускной класс. Все, человек сам говорит свободно, не испытывает никаких проблем в речи. Он уже настолько умный, что в принципе абсолютно самостоятельен в своей речи и жизни. Вот поумнеть нужно. Умный человек никогда не пойдет за советом глупому человеку. А глупый человек, ну давайте сравним. То есть академик Снежко говорит, у меня будете за три дня нормально говорить. А логопед говорит, нереально за три дня. Я говорю, ну значит Снежко умней. У Снежко можно, а у тебя за три дня нельзя. Значит ты глупый. Если ты пошел к человеку, который говорит, я буду год с тобой работать. И через год, возможно, ты заговоришь. Я говорю, вот смотрите, три дня и год, 365 дней. Разделите хотя бы 300 на 3. То есть получается, что Снежко в 100 раз умнее этого человека. Так не лучше ли пойти к человеку, который в 100 раз умней. И который сегодня говорит, вы заговорите. Уже сегодня, к вечеру. А человек вам говорит, завтра, завтра. Эти завтраки, они будут бесконечно тянуться. Вот на этом строится весь бизнес заикания. То есть вы приходите, вам говорят, завтра. Вы опять пришли, вам говорят, опять завтра. То есть там включают Динамо. И вот на этом Динамо работает весь вот этот бизнес. Разводки заик. Лечение. То есть все это лечение, оно тянется, тянется, тянется. И там все, заметьте, все пытаются растянуть ваше лечение. Растянуть как можно более длинно. А Снежко говорит, три дня. Может и не три, может за один день вы заговорите. Да, и такое возможно. Может за 10 минут вы заговорите, смотря какой тип заикания. Под моим руководством, я говорю. Не под руководством там логопеда, не под руководством врача. От вас только точность. Больше ничего. А когда вы к логопедам приходите, вам включают Динамо. И счетчик на бабки. Но вам ничего не гарантируют. А Снежко гарантирует, что возврата не будет. Со Снежко только вперед идем.